здравствуйте с вами снова я и финляндия дорогие мои девочки дорогие мои подписчицы мне нужен совет от вас я вот купила сегодня платье вот я вам показала купила его в мчмд за 7.99 у меня на карточке было 9 евро то есть я заплатила с карточки но это были мои денюжки просто когда-то что-то покупала и потом сдавала и положили на карточку в общем на карточке остался один евро вот такое длинное платье длинное не в пол ну почти в пол потом я значит дома его еще померила ну вроде как ничего ну и ничего хорошего и решила ну дай-ка я посмотрю а сколько у меня моих платьев стоит ли мне его оставлять летнее это платье я я здесь выставила только летние платье сейчас вам буду показывать только летние вот вот у меня есть такое платье это платье из натурального шелка лилового цвета она помялась потому что она не висела а лежала потому что здесь такой выкат большой когда вот так вот это сейчас она висит на вешалочке а в шкафу она съезжает и падает поэтому она у меня была сложена поэтому мятенькая вот такое платье это платье вот тут еще молния где-то должна быть да сбоку с какого-то а нет нету а она давно у меня куплена ну на улицу я его ни разу не выгуливала ни разу я собиралась его в прошлом году летом взять в италию но почему-то не взяла взяла другое вот такое платье вот я его покупала тоже очень давно по моему магазине вера мода потом это вот это платье вы помните это платье это платье я вам показывала она стоила евро евро этикетку я с него не срезала короче вот она стоила сколько сначала дайте я одену другие очки а то я не вижу так значит евро евро где тут у нас евро да что ж такое а вот стоило она 19 99 это из из нью-йоркера из нью-йоркера магазин нью-йоркер а купила я его за один еврик такое себе и такое точно моей а не оно длинное такое длинное в пол платье оно даже длиннее чем это платье потом дальше переходим вот это платье это я платье покупала в капахал вот элька размер но мой размер красная я его тоже я его несколько раз дома одевала для съемок вот тут тоже такой рукавчик длинный мне нравится до локтя но я его тоже купила зимой поэтому мне его не пришлось одевать еще летом следующие платье давайте сюда его повесим будем сейчас я разверну вешалку и вот так на дверь ну-ка не хочет не хочет гамнюшка давай не падай вот так я его сюда прицепила вот это вот платье из магазина сеппала у нас уже нет магазина сеппала его закрыли уже давным-давно это платье халат хлопок стопроцентный я тоже в нем снимала вам вот но я его тоже на улицу ни разу не одевала ну ладно предположим это хотя я вам скажу в италии в нем очень хорошо это так я пояс завязала она такое запах платьюшка вот оно хорошее для италии для жаркого климата для для запорожья ну не знаю в запорожье наверно посчитают что я в домашнем халате вышла хотя это не халат а платье дальше вот это платье я вам часто снимаю видео в этом платье потому что я люблю горохи вот это настолько давнее древнее мое платье я его тоже никогда не выгуливаю здесь потому что она ну как-то мне я люблю горохи но здесь как-то не по погоде не по погоде дальше переходим вот это ляное платье вот это чистый лен сто процентов лен без рукав в этом платье кстати я ходила когда я работала я ходила на работу она так нравилось и всем оно хорошо сзади сделано здесь видите так вот вот сделан так вот конец платья оно сзади вот видите с этим с разрезом с таким вот я ходила в нем на работу и все спрашивали откуда такое платье тоже я его покупала здесь не помню в каком магазине но по-моему это это было антила да скорее всего было это антила потом вот это платье вы знаете это мое платье иногда тоже в нем снимаю а я его брала в италию оно с длинным рукавом но я именно ношу его летом потому что в нем очень хорошо оно не жаркое оно такое вот легкое как штапельная это из магазина индиско я его тоже покупала это индиско это как бы там индийские такие всякие ткани индийские эти самые фасоны но у него ничего нету индийского индийского просто такое мне нравится оно хорошее платье вот по моему за 5 евро покупала вот такой вот сарафанчик видите я ничего не люблю черного ну чё то этот мне как-то понравился это по моему тоже из антилы и тоже очень давно потому что антилы у нас уже нету которая в центре была ее уже давным-давно нету этой антилы это наверное я покупала когда только приехала и честное слово ему лет 15 но я его за все время может быть два раза отдела два раза очень жалею что в прошлом году не взяла его в италию как раз когда мы приехали через дня три или четыре нас пригласили на траурную церемонию прощания у массиво тети мужа умерла мама ей 97 лет было были только близкие родственники на на прощание я ходила в брюках и в и в кофточке а так я бы была в этом платье она ведь и спинка точно так же сделано оно тоже ляное платье оно очень хорошее легкое единственное конечно видите тут как рукав сделан оно без этого но как сарафанчик как сарафанчик сделаны вот то есть для для италии или для украины для запорожья чудесное платье а а здесь она просто не по сезону продолжим следующее платье вот такое платье очень красивая видите тоже ни разу не одела ни разу тоже сделано как сарафан красивая с подкладой шелковой видите шелковая подклада здесь такая люрексовая телесного цвета кружевная ткань вот это на то моя выписывала это платье она себе его выписывала потом говорит хочешь забери я его носить не буду ну я и забрала конечно это эти самые штучки на которые вешать такие вот я его что же не раз не одела надо его увезти в италию дальше вот это платье это тоже платье из магазина линдекса это платье я брала в италию и даже у меня там на и инстаграме инстаграме есть фотографии я стою на причале в этом платье вот оно тоже такое легкое легкое видите легкое легкое платье тоже с подкладой очень хорошее но опять же оно тоже без рукав ну ничего я все равно его носила вот и остался еще один вот этот сарафанчик этот сарафанчик тоже из магазина сеппала вот-вот из магазина сеппала был такой еще бирюзовый бирюзовый я давно уже кому-то отдала не помню а этот оставила вот этот сарафанчик и и вот давайте посчитаем то которое сегодня купила не считаем смотрим один два три опа упала красненько ну-ка давай назад иди давай назад вот так 3 дальше 4 5 6 7 8 9 10 11 и еще одно платье аж помните я если кто-то ну смотрел наверняка мои летние видео прошлогодние из из триеста из из зары платья такое тоже с длинным рукавом там рукав подкатывается так вот на три четверти такое широкое цветное оно тоже ляное платье я его там оставила я это тоже с собой брала это увезла зачем увезла не знаю а то оставила там думаю чтобы не таскать туда-сюда значит сбилась со счету раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать одиннадцать и то которое там в италии двенадцатая платье так вот скажите мне мои дорогие девочки стоит мне оставлять это платье или отнести сдать я наверное все таки его отнесу завтра почему я вам скажу если бы я жила в запорожье или уже в италии жила бы да я бы его не сдавала потому что там каждый день надо поменять платье одеть какое-то новенькое потому что ну сами знаете на жаре проходил день где-то там присел на скамейку все пыли надо простирать и на другой день одеть чистенькое новенькое но так как здесь ну такая жара может быть сильная будет в которую я может быть один раз одену только вот это вот длинным рукавчиком платье и все и все ну может быть это нет нет оно такое как бы нарядное нет здесь даже некуда в нем пойти это в италии извините в италии я могу в нем пойти в ресторан вечером мы можем пойти потому что мы там ходим в рестораны в бары в кафе дай так по улице я могу потому что это курортное место курортный город люди ходят в таком а здесь в таком не ходят здесь таком не ходят вот и вот есть еще одно платье это тоже сам чем дома платье оно тоже с длинненьким таким рукавчиком видите с длинненьким но она тонкая тонкая такое трикотаж тонкий-тонкий вот это то что я могу здесь одеть только она как-то тут большой сильно выкат я как-то снимала вам в нем такой под него так маечку одеваю чтобы вот это я не люблю когда там все это выкачано не выкачано а выкат такой большой не люблю вырез большой ну вот я думаю что все таки наверно надо будет мне это я спрошу Нины если надо это самое пускай возьмет за 8 евро ну-ка так как оно стоит нет я завтра его отвезу и сдам потому что ну знаете вот говорила сама себе ну не надо тебе не надо у тебя полно 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 всего то же самое что и футболочек и всяких кофточек юбка кстати у меня ляная только одна вот сейчас я вам даже могу ее показать она тут у меня с этой стороны висит шкафу сейчас я вот это все брошу сюда вот открою и покажу вам одна ляная юбка но она мне нравится она мне нравится я ее иногда одеваю вот эту ляную юбочку вот такая вот видите она ляная юбочка такая в горошечек и под нее можно знаете и такую одеть футболочку и бежевую и белую футболку и такой сиреневую хотя у меня сиреневой нету вот но можно любую футболку одеть и она хорошо смотрится эта юбочка такая вот она ляная она тоже на подкладке видите хорошая юбочка тоже я ее давно покупала не помню уже где не помню а может быть даже тоже в антеле потому что когда антела закрывалась тогда настолько было много всякого товара такого дешевого что не по евро конечно нет это только в нью-йоркере вот это я единственная купила за евро ну такая галимая синтетика в нем когда на улице 40 в италии в нем конечно жарко но она яркая такое его можно на вечер одеть вот ну вот я вам все показала рассказала и прошу вас совета дорогие мои девочки дорогие мои подписчицы вас тысячу тысячу у меня тысячу даже если сто человек посмотрит пожалуйста не поленитесь напишите но стоит мне оставлять это платье или нет до завтра еще есть много времени вот может быть вы и посоветуете мне его оставить вот но все таки я склоняюсь к тому что надо его отнести сдать во первых я вам так скажу ну не мой этот цвет хотя мне в нем и неплохо я так оделась и неплохо но не мой понимать вот вот вы же видите по моим цветам да я люблю что-то поярче горохи люблю да горохи люблю вот вот это вот темное платье вот ну сарафанчик этот но но я его я вам честно говорю но я его ну не помню может быть раз одела а может быть и да и даже и раза не одела вот как принесла с магазина я обычно стираю все и складываю фанат у меня было сложено а может быть и одела какой-то раз один единственный тоже помню что покупала его в антиле потому что антила эти вы видите такие более современные модели да а это же давно было куплено и это платье давно было куплено и антила это вообще был такой магазин но как бы не молодежный для женщин там и были молодежные модели но я покупала в отделе для женщин потому что тогда я точно знала что этот размер конкретно пойдет на меня что я в него влезу вот так вот вам скажу вот девочки мои вот видите вот еще у меня блузка есть тоже еще новая с этикеткой даже лежит вот купила вроде как нравилась а да вот с этикеткой 50 процентов но 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 я ее не не так не за такую цену брала я ее брала по моему за 5 евро и тоже вот не люблю такой цвет и все надо не не подарить надо подарить не 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 на любит такое вот отнесу подарю не не такие вот дела девочки все показала рассказала пожалуйста очень прошу лена если посмотришь пожалуйста мне сделай коммент лена давай не скупись на комменты пиши почаще и все мои дорогие танюша тебя прошу танюша моя землячка я знаю ты всегда меня смотришь посоветуй тоже у девочки молодые продвинутые я же уже мне же уже 63 плюс поэтому я не знаю может быть что-то вообще надо отсюда выкинуть девочки скажите я конечно вот это платье я не выкину я его только купила вот это тоже она хочет синтетика халимая но она мне нравится потом юбка мне это тоже нравится вот это ну в нем можно дома ходить а может быть вот это как нет но опять же вот я же говорила маманечка моя умерла да вот я бы поехала конечно а дело это платье до темненькая извините извините вот ну не удалось мне поехать не удалось а держать так для того чтобы а вдруг на какой-то вонючий случай да не хочу я горохи вот эти я люблю вот люблю горохи я их часто так вам снимаю одеваю не знаю я горохи люблю с детства вот посоветуйте может быть и половину с них действительно надо взять и выбросить и ни о чем не думать так я так и сделаю я такой человек я на подъем очень легкая могу раз-два и на помойку у меня за этим не заржавеет абсолютно ну все вот вам рассказала наболтала пока пока до новых встреч думаю вечером сегодня ну хотя не знаю может быть буду заниматься итальянским но если будет немножко времени хочу все таки рассказать вам историю одну и вторую может быть вам понравится пока пока до новых встреч с вами была я и финляндия подписывайтесь на мой канал на канал моей дочери наталья п пишите английскими буквами пока хорошего вам дня